Сегодня в выпуске душа в душу не менее четверти века. Донские семьи долгожители получили губернаторские знаки. Вы представители тех семей, которые растворяете то самое лучшее, что можно ставить в пример всему обществу. Новый монумент на Пушкинской. Стала известна дата открытия скульптуры Владимиру Высоцкому. Акробатический рок-н-ролл, баскетбол и гребля. Благодаря акции «Спорт детям» ростовские школьники освоили все и сразу. Наш класс очень спортивный и нам будет легко победить. И мы думаем, ну, мы уверены, что мы победим. Достойно воспитали сына и внука. Заслужили почет и уважение жителей города Тагадрога. Добрые слова и губернаторские знаки во благо семьи и общества им, донским парам-долгожительницам. Виталий и Нинель Фучаджи вместе уже больше полувека. Познакомились еще в училище, потом случайно оказались на одном заводе и в одном общежитии. Это судьба, не сомневались молодые люди. Взял паспорт и пошли в ЗАГС. Не ждали ничего, расписали нас. И вот живем уже 52 года. Таких счастливых супругов в Ростовской области немало. В Международный день семьи 22 пары получили награды за долгую совместную жизнь. Вы представители тех семей, которые растворяете то самое лучшее, что можно ставить пример всему обществу, всем жителям нашей Ростовской области. Супруги, прожившие в браке 25, 50 и 60 лет – пример для подражания. В этом году еще 100 пар юбиляров удостоятся губернаторских наград. А эти семьи получили подарки другие – на колесах. Многодетным вручили ключи от микроавтобусов. Для Читы Конюк из Константиновска такой сюрприз как раз кстати – шутка ли перевезти одновременно 12 детей. Для нашей семьи это просто, ну не знаю, это значимое событие, потому что мы можем всей семьей поехать на рыбалку, мы можем съездить на Черное море отдохнуть, мы можем съездить, вот мы в Ростов приезжаем в зоопарк детей свозить, то есть мы уже не три раза съездим, а за раз сели всей семьей. По хозяйству что-то привезти, отвезти, подвезти – это прекрасно просто. Не меньше папы рад новой большой машине первоклассник Слава. И хоть сам мечтает стать врачом, а не водителем как глава семьи, к подарку проявляет повышенный интерес. Тебе нравится новая машина? Да, нравится, хорошо. С ним согласны все 16 семей, которые получили Соболи. С 2011-го на Дону малоимущим семьям с 10 несовершеннолетними детьми предоставляют автотранспорт. В этом году программу откорректировали. Теперь микроавтобусы положены тем, кто воспитывает не меньше 9 детей. И это далеко не единственная форма поддержки, действующая в области. Тут можно думать о строительстве детских садов и выполнении этой программы, о реализации программы поддержки наших семей, всех многодетных. Сегодня в области, начиная с 2012 года, материнский капитал областной уже получили более 4900 семей. Эта программа продолжается. Реализуется ряд других программ, связанных с выполнением указа президента по обеспечению многодетных семей земельными участками. За три года вместительный автотранспорт получили уже 23 многодетные семьи. Все вопросы по сдаче единого госэкзамена ростовские школьники и их родители смогут адресовать Рособорнадзору. Специалисты проведут онлайн-консультацию 19 мая с 8 утра до 8 вечера по московскому времени. Ответ будет держать руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов и его коллеги. Обратиться к ним можно, позвонив по бесплатному номеру или в скайпе, а также написать заранее в твиттере или прислать письмо по электронной почте. Пэтчворку, скраббукингу, декупажу и еще дюжине других техник совсем скоро можно будет обучиться в областном доме народного творчества на площади Карла Маркса под руководством лучших рукодельниц Ростова и Москвы. 24 и 25 мая здесь пройдет фестиваль рукоделия, организованный компанией ЮНИС в честь ее 20-летия. Оригинальная кукла в технике Тильда, необычные подушки и одеяло Пэтчворк – здание не заводские, а настоящая ручная работа. Такому мастерству на фестивале рукоделия научат всех желающих. Занятия будут проходить в небольших группах от 4 до 8 человек. Состоится и торжественная часть. Заслуженные награды получат победители конкурсов декоративно-прикладного искусства. Голосование за претендентов на звание «Лучших» сейчас в самом разгаре. В официальных группах «Хендмейд», «Рукоделие», «ЮНИС» в соцсетях – ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Еще на этом фестивале будут подводиться итоги конкурса, четырех конкурсов, которые проходили в фирме «ЮНИС» в течение двух месяцев. И вас ждут замечательные призы, подарки и также ярмарка, распродажа. Вот эти, пока скромные на вид коробочки, в умелых руках могут легко превратиться в оригинальный подарок или отличное украшение интерьера. С помощью техники декупаж, то есть наложения рисунка, картины или орнамента и лакировки изделия. Этому тоже научат на фестивале «Рукоделие». Все гости, которые примут участие в мастер-классах, получат не только удовольствие от творческого процесса, но и унесут с собой произведения, созданные собственными руками. Вход на фестиваль свободный. Билеты на мастер-классы можно купить во всех магазинах сети «ЮНИС». Для тех, кто идет учиться всей семье, есть бонус. Для малышей будут специальные мастер-классы. Этим летом на Пушкинской появится новый монумент. Открытие скульптуры поэту-песеннику Владимиру Высоцкому назначено на 25 июля. Чтобы увековечить имя Барда в Ростове, деньги собирали горожане и спонсоры. Уже известно, что композиция представляет собой сцену с актером и драпировку. Бронзовый Высоцкий чуть больше двух метров в высоту. Предполагается, что на площадке перед памятником будут проводиться творческие вечера с участием местных поэтов и музыкантов. Мы выиграем, мы дымаем первое место. Мы настроены на победу. Таких настроенных на победу четыре класса. В успех верят все. Сегодня школьники меряются физической силой на соревнованиях акции «Спорт детям». Нам было несложно подготовиться, потому что наш класс очень спортивный и нам будет легко победить. И мы думаем, ну, мы уверены, что мы победим. Не смущают четвероклашек ни палящее солнце, ни только что закончившиеся уроки. Энергии хоть отбавляет, тем более, когда подбадривают профессиональные спортсмены. Мастер-классы по гребле, баскетболу и акробатическому рок-н-роллу только разодоривают учеников 34-й ростовской гимназии. Мы готовились на уроки физкультуры. Мы делали разные упражнения, прыгали через скакалку, мячик водили. Акция «Спорт детям» стартовала пять лет назад. И за эти годы стала традиционной. Спортивные, общественные организации, антинаркотические и образовательные ведомства стараются вовлечь в этот школьный марафон как можно больше учащихся. И если раньше главными героями соревнований были старшеклассники, то теперь ставка делается на младшие возрастные группы. В этом году это не первая акция, уже проводились эти акции в других школах, а также эти акции проводились непосредственно в других городах. У нас еще осталось несколько акций в городе Ростов-на-Дону и в других городах Ростовской области, после чего мы будем подойти итоги в конце года. Итоговый фестиваль проведут в Ростове. Приглашение получат все лучшие команды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова